Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом невероятно вкусной и сочной грудки в шикарном соусе. Это блюдо настолько вкусное, что оторваться невозможно. Понадобятся эти продукты. Блюдо готовится очень быстро, поэтому все продукты нужно заранее подготовить, чтобы все стояло под рукой. Куриные грудки слегка отбиваю тупой стороной ножа. Их не нужно разрезать, отбиваю прям целиком. И ножичек у меня довольно-таки увесистый. Филе солю и перчу. Можно добавить, конечно же, какие-то специи, но я считаю, что этого достаточно. Все перемешиваю хорошо и пока отставляю. Далее займусь грибами. Их нужно тонко нарезать. На мелкой терке натираю твердый сыр. Мелко нарезаю чеснок. В оригинальном рецепте для соуса используется мука. Но мне такой соус больше нравится на крахмале. Поэтому столовую ложку крахмала смешиваю с небольшим количеством холодных сливок. Ну и, конечно же, расскажу, на каком этапе используется мука. Все приготовления закончены. Теперь обжариваю куриное филе на среднем огне в растительном масле. Обжариваю до золотистой корочки с двух сторон. Каждую сторону я обжаривала где-то около 5 минут. Получается вот такое обжаренное филе. Филе пока убираю в сторону. На этой же сковороде обжариваю шампиньоны. И тоже пока убираю в отдельную миску. На этой же сковороде растапливаю сливочное масло. Добавляю в него чеснок. Когда чесночок слегка обжарится, как раз на этом этапе добавляется мука. Если вы будете делать соус именно с мукой. Мука с чесноком в масле обжаривается при постоянном помешивании. А так как я буду делать на крахмале, то я обжариваю чеснок, заливаю горячую кипяченую воду, следом заливаю сливки. И когда соус немного прогреется, добавляю разведенный крахмал. Все аккуратно и активно помешиваю. Соус начинает слегка закипать. Добавляю сушеный чеснок и тертый сыр. Все перемешиваю и добавляю шампиньоны. На этом этапе соус уже начинает активно густеть. При необходимости нужно посолить. Все это готовится на огне чуть ниже среднего. И в самом конце в соус выкладываю грудки. Накрываю крышкой и даю чуть-чуть покипеть. И затем выключаю. Блюдо готово. Остается украсить листиками базилика, либо петрушки, или кинзы. Грудка получилась очень мягкая и сочная. А соус это что-то бесподобное. Кстати, такой соус можно готовить просто отдельно от грудки. Для каких-то других блюд. Если приготовите такое блюдо, напишите отзыв в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!